Иркутский ансамбль аутентичной музыки Ну что ж, скажите, пожалуйста, мы знаем, что, например, Александр, он является руководителем проекта «Затопленные песни», правильно? Ну правильно, весь ансамбль, собственно, это и проект «Затопленные песни», Drone and Sounds Project Скажите, пожалуйста, в двух словах, я думаю, что очень многие иркутяне уже в курсе, знакомы с этим проектом, но в двух словах напомним еще раз, что это за проект и в чем его уникальность? Ну, суть проекта в реконструкции музыкального наследия Сибирской Атлантиды, деревень, которые затоплены при строительстве Иркутской, Братской, Устилимской и вот ныне Богучанской ГЭС Все, что по Ангаре было до Енисея, то оказалось затопленным И вот это музыкальное наследие, с ним надо что-то делать, как-то его исследовать и раскодировать, реконструировать, потому что в нем, безусловно, что-то заложено Вот что заложено, собственно, эту тайну мы и пытаемся раскрыть И мы правильно понимаем, что вы нашли архив 1958 года, по-моему, студенты, которые собирали вот по этому району Да, до затопления туда была сделана очень большая экспедиция студентов Московской консерватории И 40 лет архив лежал никем не востребованный И вот когда мы узнали о таком архиве, мы туда съездили, договорились с профессором Щуром, который занимался этим архивом Мы там как-то его, в общем, с правдами и неправдами, в общем-то, получили И, собственно, он лег в основу реконструкции этого музыкального наследия Вот в двух словах, вот что вами движет? Почему сейчас, ну, допустим, было бы полезно детям, подрастающим поколениям познакомиться с этим искусством? Ну, в историю всегда окунуться полезно, вот А прежде всего, нами движет просто, собственно, это наш путь, который мы выбрали Любой художник, любой артист, он как-то выбирает свой путь и в нем познает самого себя Естественно, когда ты познаешь себя, ты познаешь как-то мир, и с этим миром хочется поделиться с другим Поэтому это, безусловно, ну, как мне кажется, должно быть востребовано Но не всегда это востребовано, потому что в новых культурных образованиях чаще всего, ну, все, что на поверхности лежит востребуется А то, что в глубину нужно окунуться, нужно проявить какой-то труд, ну, должна быть мотивация к этим знаниям Поэтому существует образовательная программа, основа традиционной культуры, которую мы создавали, в которой работали в школе долгое время Но сейчас в школе уже не работаем, больше уже концертная деятельность, которая, в общем-то, позволяет поделиться с этими знаниями Ну и вы делитесь, мы знаем, что, по-моему, в Шотландии, да, в Англии в спектакле «Макбет» были использованы ваши наработки Вы лично ездили, по-моему, помогать по режиссеру Собственно, не наши наработки, а именно эти песни, песни при ангаре, затопленных деревень Ну, они были, звучали в спектакле «Макбет», и мы в нем все участвовали, расписались в таких фолиантах Где все актеры, которые работали на сцене Шекспира, в театре «Глобус», вот они оставили свои имена Это, конечно, с этим можно было бы заканчивать карьеру, но поскольку мы не артисты, мы продолжаем, в общем-то, заниматься музыкой И в спектакле «Макбет» пели наши сибирские песни Да, да, да Давайте вот сейчас маленький отрывочек споем, а потом продолжим беседу Ну, а как раз вот эта песня, которая звучала в «Макбете» Пожалуйста ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Это удивительно? До мурашек в риомангу, да? Вот мне кажется, что даже не обязательно понимать смысл то, о чем вы поете, потому что здесь самое главное – это чувствовать, да? Ну, а также, как мы слушаем рок-музыку, мы не обязательно все понимаем по английский язык, но чувство – это самое важное – это XIX век, когда культура сформировалась очень ярко, и она была очень-то чувственной – это все лирические песни. И лирика при ангаре, она, собственно, составляет собой такую уникальность музыкальную, на мой взгляд, которая заслуживает, в общем-то, охраны ЮНЕСКО. Охрана ЮНЕСКО. Вот можно к вам, уважаемые дамы, да, вопрос? Я понимаю, что когда сталкиваешься вот с таким, ну, действительно, наследием, да, вот что-то, может быть, вас там, я не знаю, там, преобразилось, либо что-то как-то что-то, не то что преобразилось, а что-то изменилось, какая-то трансформация, возможно, с вами произошла, когда вы стали петь вот действительно наши исконно сибирские песни. Что? Может быть, как-то отозвалось. У кого петлица? У кого музыкальное образование? Образование у нас обычная музыкальная школа, как, наверное, у многих детей наших иркутских школ. Но мне было 11 лет, и Маше тоже, и я просто была заворожена звуком, и, наверное, вот этот звуковой код, наверное, просто взбудоражил мою какую-то внутреннюю память. Я интуитивно поняла, что я хочу идти этим путем, петь эти песни, идти за этими людьми, и вот столько лет, слава богу, мы уже вместе идем. Скажите, пожалуйста, а где вы, вот с 92-го года, получается, существует ансамбль, экспедиции ваши конкретно, поленье, в Бурятию, экстрабряться, что-нибудь, может быть? И поленье, и в Бурятии, вот когда как раз им было по 11 лет, ездили, мерзли, спали там в интернатах, в школах, которые на каникулы распускались, там волосы примерзали, их оттаивали, шли к бабушкам, что-то их записывали, собирали, обрывки, осколки, потом сравнивали это с архивами, ну и таким образом, собственно, все это называется реконструкцией. И вот, собственно, сейчас мы хотим, чтобы продемонстрировали немножечко реконструкции, ну, в таком живом звучании. Да, у нас эфир уже подходит к концу, если можно, не очень большой кусочек, но мы с удовольствием его выслушаем. Да, последняя наша работа, мы будем представлять вот 17 декабря на концерте в Иркутске, из нового альбома «Белотара». И не последняя, а свежая. Ну, свежая. Слушай. Петя. 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 И последняя. Ой, давай. Петя. Ох, мать моя родная, разгадай. О, ты, мать моя милая, мать милая, ты милая. О, ты, мать моя милая, ты 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 милая, Спасибо, друзья, это просто потрясающе, действительно, тут вот на уровне, не знаю, какого-то подсознания что-то включается, да? Генокоду просто каким-то основным корням, вот действительно, слово возьмем. Действительно, генетическая память, она внутри нужно пробудить каким-то звуком, в этом, собственно, наша теория. Спасибо огромное, напоминаю, что у нас в гостях был иркутский ансамбль аутентичной музыки, ну а мы дальше продолжаем, у нас впереди? Впереди у нас городская афиша. Субтитры создавал DimaTorzok